В двух словах. В общем, идея была следующая. Здесь есть обои? Николай, далеко? Кусочек обоев, которые вот здесь будут. Вот такие обои здесь планируют. Будут делать зимноморский стиль, морская тематика, вот такой античный дуб, среднезаморский дуб, как его. Вот это будут у нас обои такие на стенах. И попросили, чтобы мы сделали вот эти, назвать их, багеты, тяги, лепнины, как кому нравится. То есть нужно будет сделать такую тематику, вот как по дереву. То есть для этого мы вооружимся с вами штампиками. Такой резиновый шпатель. И вот такой будет второй шпатель. Но самое главное, ребята, открытие сезона у нас оказался резиновый шпатель, который Николай взял. Вот такие заусенцы. А ну, Николай, покажи. Твой шедевр декоративного зодчества. Вот такой, да. Шпателёк он обрезал, так я сделал заусенцы. И этот шпателёк сыграл на самую, ну ты так близко совсем, самую важную роль в нашем, так сказать, деле сегодняшнем. Потому что получается они у нас идут фигурные. То есть здесь идёт впадинка, здесь обратно идёт, как говорил Олег, выпуклые, впуклые. То есть ни один из этих штампов здесь, так сказать, не работал. Поэтому мы взяли, Николаша предложил взять резиновый, сделать штамп, или как, даже не штамп, ну да, клише, вот под дерево. Вот так мы делаем. То есть мы выгибаем немножко, сделаем такую дужку, чтобы это на выпуклые места. Вот, и проходим. И у нас получается... По материалу, то есть по инструменту я уже сказал, да, что у нас здесь штампики. По материалу мы делали авторскую патину, брали наш волшебный гель, брали финишную, да, Илькомовскую шпаклёвочку, клировали универсальными красителями. Соотношение, наверное, если мы сделали где-то литра два, наверное, да, около трёх клея, и где-то я... Меньше килограмма. Меньше килограмма. Да, грамм, наверное, даже, наверное, полкило. Вот полкило, да, шпаклёвки. Вот считайте, это три тысячи, там, это где-то один к шести. Вот такое соотношение. Вот. Она, когда высохнет, конечно, она будет гораздо светлее по тональности тоже, чтобы вы понимали. Вот. И тоже в несколько этапов мы это будем делать. То есть мы планируем сейчас, сделаем черновой слой, а потом поклеятся обои, и уже под обои будем делать... Ну, посмотрим, чтобы обои, когда выклеится помещение, что попросит какой-то по тональности. Светлее, темнее, сделаем. Ну, Николаш, ты можешь взять штатив, поднять. Да, вот. Сюда покажешь, что получается. Можно не так близко? Где-то вот так. Да, вот так оно должно быть. Да, и ты можешь им показать. Показать, что здесь получается. То есть мы опять... В пуклах я уже показал, да, мы делаем вот такой манёвр. То есть проводим, чем он хорош. Провели. А там, где внутренний радиус, мы делаем обратку и проходим. Вот так. Ещё раз. Нужно в эту сторону, значит, выгибаем шпатель в эту сторону. Вот так. Потом что мы ещё дальше? Дальше у нас идут... Сейчас пойдут эти линии. Мы будем делать этим шпателёчком. Ну, вернее, этим штампом. Потом пойдёт эта линия. Мы будем этим штампиком делать. И потом будем обобщать всё тоже. В помощью этого клише. И потом ещё и кисточкой будем обыгрывать, то есть обобщать. Значит, вон шпателёк. И мы его выходим. Вот такой получается сразу же как поделин штамп. Но так как у нас получается разные... Ну, здесь мы не можем этим штампом пройтись. Поэтому мы сейчас будем ещё раз пройдёмся этим шпательком по нашему рисунку, чтобы сделать его более-менее похожим на рисунок, который у нас на выпуклых частях лепниды. Вот так. И получается этот тоже мой. Внутренний радиус мы делаем шпателёчком. И проходим. Внутренний радиус. Значит, чем хороша эта патина? Повторюсь, да, что мы можем регулировать прозрачность. То есть вы можете добавлять больше краски. Вот сейчас мы дали финишную шпаклёвку, но можно, в принципе, и на фасадной краске, ну или на обычной водоэмульсионной краске остановиться. И опять-таки можем регулировать прозрачность. То есть здесь мы сделали 1 в 6 на 1 часть краски или шпаклёвки и 6 частей нашей волшебной лазури. Вы можете опять регулировать ваши, ну, уже по... Какую преследуете идею. Вот мы, например, когда будем делать под обои, я уже показал, да, там поклеим обои и потом уже по обоям будем дальше смотреть. То ли делать светлее, то ли делать темнее, более прозрачную, менее прозрачную. Потому что она высохнет, она поменяет и цвет, и не будет так, может быть, видна фактура, как сейчас видна. А именно мы обобщим весь наш декор, да, нашу патину с помощью кисточки, который наносили материал, вот таким образом, то есть она таком, уже без материала, чтобы, так сказать, наше дерево смягчить, да, вот эти линии, придать им таким более природным. Ну, а здесь я не приходил, да? Забыл сейчас. Ну, покажи им ближе, какая-то вот, да, Канадон, когда ее не обобщать, да, и сейчас уже видите, когда ее обобщать, какая получается. Так что вот такими нехитрыми приемочками можно достигать очень интересных названия, да, придумать всему этому, всем этим художеством. Ну, назовем это художественная отделка багетов. Как вам такое название? Не очень, да? Монументальная живопись поинтереснее. Хорошо, значит, будет... А? Хорошо, хорошо. Ну, я понял, что ребята уже, конечно, думают об обеде, а я тут байки им рассказываю. Так, хорошо. Значит, еще раз. Взяли волшебным шпатлёчком резиновым и задаем фактурку. Вот такая у нас получается фактурка, нехитрая. Я вспоминаю там Костик репортаж, когда ему говорят такими нехитрыми движениями, на Костик ничего себе нехитрыми. А он там стоит уже вспотел, знаешь, испаренный сошелся. А я там все настраиваю камеру. То есть обоих я вам показал, штампик я вам показал, один, другой, третий. Тут даже еще такой есть. О! Еще вот такой штампик. Самый главный. Секретное оружие. Вот он будет делаться вот здесь. Смотри, ставит такой штампик и тут такой. И тут такая шить. Ну, опять-таки, у нас свой, да? Вы можете свой, обязательно вам покупать. Фирменный, да? Он у Николаша с подручных средств соорудил такой шпатер, что любой фирменный отдыхает. Так, значит что, берем штампик и проводим такие движения, можем называть, как это, как лодочка. Вот такие. Проводим по стеночке и такие вращательные движения, как их еще называть. И за счет этих движений... О! Создается рисунок. Как я говорю, шедевр декоративного зодчества. Кость, ты думаешь, с той стороны будет? То есть так далеко будет видно этот шедевр? Самый витвор в отце. Да. Вон, витвор в отце. О! Фирменный. Фирменный? То есть еще раз. Может здесь будет вам еще интересинней, сейчас я возьму. Тут позу мощнейший штампик. еще раз да пока как это будет происходить вот таким образом он будет есть по плоскости и получаем шедевр декоративного значения ловкость рук и никакого мошенничества под дерево стараемся убрать лишний да под конец работы растворилась так значит мы сделали теперь как я вам говорил для того чтобы выровнять этот рисунок с этим поэтому эту красоту еще красивее значит мы взяли два два материала один у нас такой светленький светлая охра другой такой горчичный то есть по составу это у нас тот же та же паттинга который мы делали на первый слой и на этой же базе мы чуть просто калернули больше дали цвета универсального пигмента и сделали вот две базы два цвета чуть темнее от нашего базового и чуть добавили зеленого получили такой горчище сначала что проходим мы базовым слоем который у нас чуть темнее стараемся пройти всю плоскость вот у нас есть фрагмент и мы проходим весь весь объемчик потом берем вот я немножко вам другой цвет да вот он такой горчичный как мы говорим пройдемся по верху а потом обобщим вот такой кисточкой сухо она вот такая сухая полусухая или сухая даже вы видели первый слой я проходил базовым чуть темнее теперь взял горчичный и проходим то есть пока еще раз свеженькая мы проходим еще что это дает дает следующий маневр во первых она получается у нас многоцветная за счет того что мы будем потом проходить кисточкой полусухой у нас один цвет вот смешиваться с другим равномерно вот такая получается у нас лисировка то есть когда будет цвет нам вкладываться на цвет и второй момент вот наша кисть большая она нам сдаст глубину то есть когда она поставит фактурку и это лазурька наша или патя наша фирменная высохнет она даст такую глубину то есть тоже как подчеркнет такую текстуру дерева на первом этапе мы все делали там фигурными да там клише под этими штампиками на втором и на третьем слоях мы это все делаем с помощью кисти то есть одна кисть одного цвета другая кисть другого цвета и вот так есть который мы говорим для обобщения и для придания фактуры это третье как я говорил да художественная отделка художественная да роспись мы не так точнее художественная роспись монументальная как шутили ребятами монументальная живопись под багетом ну могу еще повторить то что чем примечательнее чем хороши наши лазури авторские что здесь мы можем сами регулировать прозрачность можем сами регулировать плотность ну и то что они всегда под рукой клей обоим клей пва и краска вот мы все они всегда в наличии вот наш самый основной так сказать инструмент что мы с ним можем делать мы делаем опять как я говорил обобщаем наши сумок она у нас да задает такой флейтсом может быть даже снимаю где-то лишние нашу лазури потом дает сейчас вам ближе покажу чтобы вы понимали что происходит Вот вы видите, у нас вот такая вот текстурку, то есть под низом мы делали штампиком, там видно Вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...